Эту логику уже рассказывал, но каждый раз, поскольку у меня нет написанного текста и аудитории разной, я все-таки это подаю немножко по-разному, как пойдет, в зависимости от ситуации, в зависимости от вдохновения и так далее. Так что, что сейчас я хочу в первую очередь начнем заострить внимание. Мы живем в мире, где объекты становятся цифровыми. Я был в универмаге, выбрал какую-то там булочку, подхожу к кассирше, чтобы она мне ее пробила. Но там не было штрих-кода, она поднимает эту булочку и другую кассиршу спрашивает. Это что? Она говорит, это 2389. А ведь мы вынуждены будем перейти, потому что кругом машины, которые будут не нужен этот язык, который мы используем. Поэтому как-то мы должны это принимать во внимание и как-то с этим не то что мириться, но это новая реальность, новая данность. Как живется в этом мире человек? И здесь возникает вопрос о том, а мозг, он может жить в этом мире? Не трудно ли ему будет? Насколько он вообще-то сложный? Вот сложность мозга. Это первый вопрос. А второй вопрос. Чем ему можно помочь, если сложность мира превышает сложность мозга? Допустим. Ну, естественно, что первое, что приходит на ум, ну так что, искусственный интеллект? Он вообще в 45-м году захватит власть. Вот. А к чему уж тогда сейчас напрягаться? Пусть и работает все больше и больше. Ну, как-нибудь так. В общем, где-то вокруг этого. Здесь вот это... Я, кстати говоря, тоже должен... Ну, не знаю, это подходит или не подходит для таких лекций, но все-таки, если я какие-то заявляю, какие-то утверждения, я стараюсь не говорить. Британские ученые открыли. Если все-таки какие-то ученые открыли, то будет ссылка. Я не буду акцентировать ваше внимание, но, значит, всегда нужно будет вернуться в идее, откуда это сказать. Эту профессор из Рио-де-Жанейро, я привел ее работу для того, чтобы разобраться, насколько сложен мозг. Она первая всерьез и точно посчитала, сколько нервных клеток в мозгу. До этого это были мифы. Ну, 100 миллиардов, например, говорили. И в лекциях, на лекциях нейрофизиологов говорили 100 миллиардов. Но никто толком не считал, потому что обычно, ну, посчитают под микроскопом какую-то одну область, а потом множат на общий объем. Он же разнородный, поэтому сколько нейронов, так только в нем известно. Вот она нашла такой метод, не буду вдаваться, который позволяет очень точно посчитать. Причем не только у человека. Она первым делом, конечно, у человека посчитала. Но она начала считать у разных животных. Поэтому нужно это все сравнить. Вот для сравнения, видите, ну, это мышка. 71 миллион. У крысы уже 200 миллионов. Ну, и так далее, и так далее. Вот вышли обезьяны уже под 7 миллиардов. Ну, и у человека, независимо от рода занятий, примерно 86 миллиардов евро. Вот такая эскалация получается. Тут что сразу нужно подметить? Видите ли, вот в животном мире все как-то движется плавно. Можно набрать всех этих животных, что будет плавно переходить от каких-нибудь там 20 тысяч нейронов. Кого может быть 20 тысяч нейронов? Какое-нибудь животное? Обезьяны. Рыка? Нет, нет, такой обезьяны все-таки, видите. Дельфин. 20 тысяч. Слушайте, значит так, есть тысячи. Есть миллионы и миллиарды. А, у червяка? Вот, я говорю о 20 тысячах. В виноградной улитке 20 тысяч. Ну, давайте просто один вопрос я вам задам, чтобы просто разогнаться как-то. Сколько тогда у тарака нейронов может быть? Ну, какие ожидания? 100 тысяч. 5 тысяч, 100 тысяч. 1 миллион. 1 миллион. То есть, виноградной улитке 20 тысяч, а у таракана целый миллион. Ну, а у мышки уже 71 миллион. Таракан и мышка. Тем не менее, вы правы, миллион. То есть, вот так, видите, размер его тут не имеет значения. Потому что такой маленький таракан, но почему-то у него уже миллион нейронов. Но надо заметить, что этот таракан, между прочим, живет на Земле 400 миллионов лет. А млекопитающие появились на Земле только всего лишь 250 миллионов лет. То есть, за 200 миллионов лет до млекопитающих уже был этот таракан. А мы продолжаем за ним гоняться до сих пор. Так что он не такой-то глупый. Ну, это для сравнения. Это значит количество нейронов. Много их или мало. Ну, вот здесь вот я начал с того, что здесь можно подобрать ряд животных, где плавно 20 тысяч. Там, может быть, даже не от 20 тысяч, а от 302 нейронов в червяке, в каком-то. До 8 миллиардов все идет нормально. А вот дальше резкий прыжок. 86 миллиардов. В 10 раз резко больше на человека. Нет никого между дельфинами, обезьянами и вот человеком, где, чтобы заполнить эту нишу. От 8 миллиардов до 86. Это уже такой вопрос загадок. Но что такое нейрон? Это что? Операциональная единичка? Мозг – это информационно-аналитический он. Информационно-аналитическая машина. Я умышленно не говорю, что это вычислительная машина, потому что вычислительная машина никакого отношения к мозгу не имеет. Но информационно-аналитический – это точно. И что такое нейрон для информационно-аналитической машины? Это не операциональная единичка. Как это ни странно? Что же тогда может быть в мозгу операциональной единичкой? Контакт между нейронами. Ведь в нем решается вопрос о передаче сигнала от одного нейрона к другому. Это примерно то же самое, что транзистор делает. И получается, что операциональная единичка, если транзистор – операциональная единичка в процессоре, то в мозгу это контакт между нейронами. Синапс. Сколько контактов? Ну каждый нейрон имеет 10-15 тысяч. Ну вот вы как-то нужно это запомнить, потому что в литературе гуляет бог знает что, миллион, 110 тысяч контактов с другими. Нет. 10-15 тысяч. От 5 до 15, так бы я сказал. Тысяч контактов имеет каждый нейрон с другими нейронами. И если помножить эти 15 тысяч на 86 миллиардов, то получится миллион миллиардов контактов. Вот в голове у каждого человека миллион миллиардов операциональных единичек. Теперь. Много это или мало? Скажем, процессы. Ну здесь какой-то историем я вам показал. А в принципе самый современный процессор, который только есть еще там в задумке. Сколько у него может быть операциональных единичек вот на одном этом кристалле? Ну, разные специалисты сходятся к тому, я их спрашиваю просто. Там разные способы можно посчитать. И вы их желание тоже можете посчитать. Сходятся к тому, что от одного до трех миллиардов транзисторов в одном кристалле. В одном процессе. Ну вот теперь смотрим. Это же значит 1-3 миллиарда, а в голове миллион миллиардов. Ну то есть просто по числу элементов несусветное преимущество у мозга. Это конечно еще ни о чем не говорит, что много там транзисторов, еще они должны быть правильно объединены, соединены и так далее. Но уже в этом здесь вот уже какая-то у мозга какая-то очень большая, как большой массив просто. Теперь, конечно, я ждал, пока она посчитает, сколько нейронов у слона. Потому что это другая совершенно позиция. У слона мозг 4,5 килограмма. Ну и следовательно, у человека 1,5. И то не у каждого. И как тут разобраться, сколько может быть нейронов у слона? Сколько? Ну одно предположение. Миллиарда 4. Чего? Тысяч миллионов миллионов. 486 тысяч миллионов. Это значит 486 миллиардов. В общем, на 4,5 килограмма поможет. Да? Или, ну, на 3. Три раза, да. Три раза больше, значит. Три раза больше нейронов. Ну, кстати говоря, если вы так говорите, то, хочешь не хочешь, но, получается, значит, у этих обезьян 8 миллиардов, у человека 8, а там три раза больше. Это что-то тогда, зачем столько слонов операциональных или нет? Почему он не умеет? Ну, по крайней мере, может быть, он не умеет что-то такое другое, что человек не умеет тогда. Но, тем не менее, действительно, сколько? И вот она посчитала в конце. А Софья был через... Почти. Почти, да, как вы сказали. 260 миллиардов. То есть, я только что тут вам говорил, что человек оторвался вот на 80 миллиардов от обезьян, это большая тайна, а вот слонов оторвался на 160 миллиардов от человека, на сколько? То есть, когда это еще большая тайна, слоны непростые, получается. Ну, и в чем дело? Дело в том, что нейроны – это такой кирпичик, который очень рано был сотворен в эволюционном процессе. У тараканов такие же нейроны, практически такие же, как и у других существ. А операциональных связей сколько? Сколько? А операциональных связей. Ну, вот контактов у этих нейронов столько же, сколько у обычного человека, у каждого нейроны. То есть, синапсов там очень большая площадь. Но проблема… Я сразу скажу вам, в чем там проблема. И в чем там отгадка. Слон большой. Большая мышечная масса. Дело в том, что каждая мышца состоит из мышечных волков. Они, по разуму, одинаковы, что у человека, что у крыса, что у слона. То есть, если много, большая масса, значит, пропорционально гораздо больше мышечных волокон. А каждое мышечное волокно должно быть иннервировано веточкой от нейронов. То есть, нужно больше нейронов. Элементарно больше нейронов, чтобы иннервировать, управлять этой всей массой мышечных волокон. Так вот, оказывается, что большая часть, а большая это означает 200, вот если так считать 260, то 255 миллиардов нейронов, они все вот в этой части зажечешь. А 5 миллиардов остается, значит, где-то вот на остальной мозг, а для коры там вообще остается 2. Примерно вот такое соотношение. Но я бы мог бы дальше проскочить, и вы бы видели, насколько там 2, у человека 86, но понятно, у человека тоже какая-нибудь какая-нибудь масса есть. Значит, сколько-то нейронов отвлекается на мышцы. Так вот, оказывается, что, конечно, эти числа, это все общее число. А в мозжечке у человека примерно 75 миллиардов. То есть на кору всего, ну, 12. Я сейчас немножко упрощаюсь все вычлением, ну, примерно 12. Это все равно значительно больше, там, в 8, в 10 раз больше, чем у слона и там у лебезианы и так далее. Но просто надо понимать, что очень много нейронов отвлекается на мышцы. Причем не только для того, чтобы ими инновировать каждое мышечное волокно, но просто расчет движений очень сложно и отмекать. Много степеней свободы. И, в общем, только для расчета движений уже должна быть большая масса нейронов на этот затрачек. Ну, и потом они могут не оптимально все это считать, потому что движения нужно было рассчитывать очень на ранних этапах эволюции. Ну, скажем, 250 миллионов лет назад уже первые мегапитающие, а до этого всякие, всякие, такая живность, которую вы знаете по юрскому периоду. Им тоже нужны были нейроны для расчета движений. Поэтому там какие-то схемы отработаны были. Может быть, они не оптимальны, но приходилось вот такую массу нейронов все время держать на этих движениях. Ну, вот так, значит, с соотношением мы теперь понимаем, что у нас хоть и 12 миллиардов, но это тоже не мало. Если помножить на 15 тысяч связей, это все равно больше, чем в транзисторах, во всяких процессорах. И для сравнения, вот эти раз уже мы начали играться этими цифрами, для сравнения геном человека. Геном человека, ну, вы знаете, это цифры, две цифры, ДНК, и вот получается, что кодирование идет двумя парами, в одной цифрочке и в другой, так называемых нуклеоксидами. Ну, специальных молекул, их всего 4, да, молекулы. И вот этими парными комбинациями кодируется вся информация. Таких пар 3 миллиарда. Много это или мало, по сравнению с какими-нибудь другими животными. Ну, человек, у него мозг растет, а ДНК? Скажем, в каком-нибудь там, я не знаю, в какой-нибудь амебе, самое такое простое, ну, в школе учили, одноклеточное существо. Если у человека 3 миллиарда, сколько там может быть? Вот так, чтобы при шкалу просто понимать. Где ноля, где там 100. Как вы думаете? Или сравниваете? Сколько нейронов у амебы? Амебы это одноклеточное существо. То есть это одноклетка, там еще до нейронов, еще 100 миллионов лет. Пока она станет многоклеточной, там среди них появятся нейроны, клетки нервной системы. Значит очень мало. Значит очень мало. Значит очень мало. Вот смотрите, смотрите. 639 миллиардов пармуклеотидов. 689. 689, да. То есть несусветно много по сравнению с человеком. То есть числа, вообще-то говоря, могут ни о чем не говорить. Вот человек во всем своем обличье, вот я с вами разговариваю, и у меня всего лишь 4 миллиарда у амебы простейшего существа одноклеточного. 689. Что можно, какой можно сделать вывод? Зачем ей такой гигантский геном? Что она там кодирует? Не оптимизировали еще? Вот я согласен скорее вот с этим утверждением. Да. Просто, значит, писали, софт написан не на том языке, не на современном языке. Значит, не оптимально, не оттестировано, там полно ляп, там всяких багов, там и так далее, и так далее. И вот кое-как она все-таки живет. Но вот за счет того, что накопилось на всякий случай такие, такие, другие комбинации, вот так. Вот оптимизированный геном, совершенно верно. Ну что, второй вопрос. Ресурсы мозга. Неожиданный факт. Дело в том, что человек, это вот такое, я делаю высказывание, оно с каких-то точки зрения потепует. Поэтому, как я уже вам говорил, ни одно из моих высказываний не берите на лей. Вот. Просто можете свободно критиковать. Не то, что я все вспомнил швыру. Вот. Но все-таки, значит, есть мнения разные. Так вот, мнение большинства биологов и исследователей, которые занимаются эволюцией человека, говорят о том, что эволюция человека закончилась примерно 40-50 тысяч лет назад. Это пещерный период. Краманьонский человек. Вот в этих пещерах человек уже имел все. Тут разные, ну это картинка, естественно, не фотография. Здесь все сидели. Там какие-то инструменты делаются, охоты приходят. Вот обучение идет, какие-то рассказы, там еще планирование операций, тут приготовление пищи. В общем, все, что человек вообще-то делает сейчас, все они делали в этих пещерах. Ну просто у них еще не было наобуков, допустим. Тогда бы они сидели за наобуков. Но вот что было тогда, вот все они занимались. И вот получается, что с этого момента эволюционный процесс у человека, в общем-то практически исчез. По двум простым причинам. Первая. Он стал слишком социальным. И распределение труда привело к тому, что каждая особь важна. Не важно. Немножко, так сказать, кривой, немножко косой, немножко этот сильный, этот слабый. Ну, к разным делам нужно приспособить. Каждая личность ценна. Для такой маленькой популяции, там же очень мало потомства. И разбрасываться нельзя. Это с одной стороны. А с другой стороны, нет естественного отбора. Раз каждая особь важна, значит она сохраняется вот этим коллективом. Ему не надо убегать от какого-то женщинка, его спасет коллектив. Тот, кто может сам убежать, убежит сам. Вот так. Нет движущих сил до эволюции. Некуда эволюции двигаться. Поэтому с этого момента уже человек вот так. Но это что означает? Это означает, что все вот эта мощь эволюции по разработке конструкции организма, и в том числе мозга, завершилась вот в 40-50 тысяч лет назад. Мозг у нас, это последний релиз мозга, вышел в 50 тысяч лет назад. Вот мы должны с этим связаться. Ничего дальше не могло быть сделано ни теоретически, ни практически. Пещерный, по сути дела, мозг мы носим сейчас в голове. И естественно вопрос, а что, такая конструкция, что на все века, и так уже много прошло веков, видите, 45 или 50 веков. Так что, на все времена наш мозг будет справляться в все более усложняющейся действительности? Ну что-то же не так. Где-то же что-то должна быть какая-то остановка. Не может же так бесконечно быть, если это конечное устройство, с конечными свойствами. Поэтому вопрос, конечно, есть. И видите, там развивалось общество. Я сразу перепрыгнул там, я не знаю, 20 веков. Но ничего особенно не поменялось. Поэтому мозг, естественно, справлялся. Еще там сколько-то веков, средние века. А что тут нового? Ну дома как построены, не в пещерах люди живут, ну что. В общем-то ничего, никакой особой нагрузки мозгу нет. Просто накопленные предыдущим поколением знания, они не добываются вновь. А просто выспрашиваются у этих людей. Или они учат свое потомство. И они не знают теперь, как строить дома. С нуля ничего не можно делать. Это уже целых тысячелетий. Человек учится, учится постепенно. И в конце концов приходит там и к таким, и к паровозам всяким. И тоже ничего особенного нет. И, так сказать, к космическим кораблям. А что к космическим кораблям? Там меньше уровня управления, чем у тракта. И поэтому, ну там просто физически надо быть подготовлен к этим делам. И, ну что, 21-й век с этими всеми формулами, ну и что. Этот молодой человек, он учился в специальной физико-математической школе. Ну, научили его, опять же, так сказать, не с нуля. А он учился, он, так сказать, слышал, он живет 21 веке. Уже с малолетства, уже там возится с компьютерами. И так далее, и так далее. Поэтому, в общем-то, особой проблемы как-то тут нет. Можно еще двигаться вперед. Но есть проблема во внешней среде. Человек с какого-то момента начал производить некий продукт, который может похоронить мозг. Мозг – это информационно-аналитическая машина, информация. Человек начал производить столько этой информации, что теперь уже мозг уж точно не может быть подготовлен к такому потоку, интенсивности, мощностям и прочие все дела. Это совершенно новый мир. Буквально в последние 20-30 лет. Это совершенно новый мир для восприятия мозга. И не буду тут все это перечислять. Хотя бы, значит, просто один факт. Примерно 71% людей, всех-всех, взрослые, как дети, уже имеют зависимость от компьютера. Причем, когда говорят о зависимости, это не рабочая зависимость. Это сверх профессии, сверх работа. Хотя там трудно разделить где-то. Или я это для работы делаю, или для себя уже. Ну, привязан очень сильно. То есть все как-то меняется. Это последние 20-30 лет, а может быть даже 15. Вот такая ситуация. Мультимедийность, скоростные потоки информации и прочее, прочее, прочее. Конечно, вопрос такой, но это же мозг человека, он может фильтровать, он может отстроиться. Ничего подобного. Это все фантазии. Дело в том, что вот эти механизмы, селекции информации, которые приходят, разобраны очень хорошо в учебниках 3-го курса по психологику. Эти все фильтры, они так построены, чтобы все равно приглушать, но не полностью лишаться информации, которая идет в голову. Потому что иначе нет смысла. Ну, закроешь этот поток информации, а там какая-то проблема возникнет, и ты про это не знаешь. А мозг-то у нас в конструкции 50-тысячного года назад. Тогда это все было третично. Если там не услышишь какой-то звук, через секунду тебя сидят. Поэтому мозг вынужден все это впитывать в себя. И как-то перерабатывать эту информацию. Может быть, с какой-то оптимизацией, еще чего-то. Но все-таки он должен этим всем заниматься сверх всего. И это только последние 20-30. До этого вы могли... Ну, мы же знаем даже по своей жизни уже, насколько интенсивно сейчас становится жизнь. Посмотрите, как люди, значит, где-нибудь в общественных местах, или даже здесь погружены в телефоны. Ну, а не погружены в телефоны. Почему? Потому что там переписка, там вообще что-то еще. Вот. Поэтому здесь проблема. Дает ли она какой-то звонок нам сейчас? Вот смотрите. Вот смотрите. Это такой... Ну, где-то вот всегда есть ссылка. Если кому-то нужно, там ссылочку можно посмотреть, и вот есть ссылка. Я взял просто конкретную работу. И вот смотрите. Вот в эти годы, ну, что происходит с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с онкологией? Как ни странно, как бы вы нам не говорили, что вот все, так сказать, первые заболевания, и все хуже и хуже. Нет, они и будут вниз. Почему? Ну, медицина. Ну, считается даже, что человек стал относиться к себе внимательнее, чем раньше. По-разному там статьям. И, в общем-то, получено. Но посмотрите, что происходит в эти же годы со всякой неврологией. Ну, вот здесь вот перечислены расстройства, неврологические расстройства. Более чем в два раза. За последние годы. И это не гипердиагностика. Ну, специально исследуется. Потому что это новое время какая-то гипердиагностика. Это реально увеличивается число таких людей с такими болячками. А самое плохое, что эти болячки становятся более злокачественными. То есть, их все труднее лечить. Они все чаще переходят в хроническую форму. Ну, и так далее, и так далее. В общем, налицо, что с неврологическими проблемами у человека что-то в последние годы происходит. Это в популяции. И неврология, неврология. Есть еще психиатрия. Что с психиатрией? Примерно то же самое. Психиатрические расстройства. И это конкретная статья. И таких статьей не одна. И, в общем, по разным периодам. Хорошо все посчитывается. Ну, считается, что только вот в европейском, североамериканском регионе 800 миллионов людей уже диагностированно страдают всеми этими проблемами. 800 миллионов. Здесь все сидящие скажут, и я тоже в том числе скажу, нет, мне этот мир комфортный. Я могу еще даже больше. Я еще сейчас приду домой, еще чем-то посмотру какие-то. Еще статьи там переработаю, и так далее, и так далее. Понимаете, популяция разнородная. В биологии говорят норма разброса. Или, ну, в общем, это то, что дает нам геном. Это не определенную константу, а вот такой некоторый разброс. Дальше все подшлифовывает уже конкретные условия. Так вот, в этой норме разброса, ну, кто-то имеет потенциал такой, что ему все комфортно. Но мы же понимаем, что этот потенциал тоже не бесконечный. Пройдет еще пять лет, и мне уже будет некомфортно. Ну, и так далее, и так далее. Все становится слишком опасно. И таких данных очень много. Значит, видите, я ошибся. Это только европейский регион 870 миллионов человек. Значит, ну, здесь просто показано, какие факторы здесь в среде особенно такие злостные. Вот видите, мультимедийность, многозадачность, увеличение доли аналитических решений вероятностных. Это все нагружает очень и очень сильный мозг. Вероятностные решения – это очень такие нагрузочные, это практически переборные задачи, а не для учительной техники нагрузочной. Так что здесь много чего, что способствует ухудшению ситуации. И в этой ситуации, значит, естественно, мозгу нужна в буквальном смысле скорая помощь. Как? Чего делать? Ну, значит, какое есть хотя бы одно предположение, что делать? Только не говорите мне, что вот подключить мозг к искусственному интеллекту и все. Можно оптимизировать доступ к информации. Что-что? Оптимизация. Оптимизация – это доступ к информации. Так, еще какое? Ограничение. Предобработка. Значит, ограничение – это что вы имеете в виду? Ну, сделать мозг, чтобы он занимал нужную информацию. Каким-то способом. Ну, например, вы ребенку говорите, так-так-так-так, значит, у тебя завтра сколько уроков? Восемь? Четыре будет у тебя урока, потом домой. Или как? Коллективное мышление. Коллективное мышление. Ну, я думаю, что все хуже и хуже. Мне кажется, мозг, он сам защищается и просто не воспринимает новую информацию, когда он уже перегружен. Понимаете? Он не защищается. Он выходит из строя. Это все равно же компьютер и там какой-нибудь вентилятор защищается, когда он останавливается от перегрева. Ну, какая же защита? Это он просто не выходит из строя. Потому что я вам уже сказал, что мозг – это обработчик информации. Он не может просто вот знать, что такие длинные пришли. Да? Он может обеспечить национальное регулирование. Потому что информация, она вызывает эмоции. Собственно говоря, перегрузка эмоций начинает давлять. И если мы научимся, может, обладать эмоциональные регулирования, то тогда мы действительно сможем справляться с этими похожими программами. Не загружаемся. Медитация. На мой взгляд, необходимо некоторый процесс информационный автоматизировать, чтобы один процесс, который дает определенную информацию, запускал другой. И те его автоматизировать в голове или снаружи? А автоматизировать при помощи тех же компьютеров. Да. И ваши еще? И делать темный юг для мозга. Да. Нужно обеспечить здоровый сон. Полноценный. Все остальное может осведомиться. Санкции. Ну, вот эти люди, которые с неврологическими и психиатрическими проблемами, ну, большая часть специалистов считает, что это открытые люди. Ну, мы же не говорим о том, что страна живет в стрессе. Стресс он выводит к тому, что рано или поздно человек ломается. Стрессовая система. Стрессовая система. Ну, в мире сейчас везде. Любая система. Любая система. Это касается всех развитых стран. А вы говорили о том, что исчез естественный отбор. Как вот, может быть, сейчас для этого стресса, который при того, как и будет стресс, как раз и будет естественный отбор. Телка лучше сломалась. Они выйдут на периферии. Остальные останутся, дальше будут развиваться. Они не на периферии выйдут. В деревню. Но дело в том, что, вы знаете, получают, вот до этого дело не доходит. Потому что детородный возраст наступает раньше, чем начинаются все эти проблемы. Поэтому они дадут потомство. Причем потомство уже то, которое ослаблено. То есть то, которое вот раз родители уже успели попасть в такие проблемы, значит, это потомство тоже не такие же генетические поры. Поэтому, в общем, никто не назвал почему-то таблетки. А это помогает? Ну, конечно, помогает. Вот эмоции, например. Ну хорошо, пейте транквилизаторы. И отрегулировать хорошо, и все. Эмоции не будут бурлить. Ну, таблетки привыкания же, говорят, рано или проще. Я думаю, что здесь, возможно, помогут какие-то психотерапники. Ну да, вот оптимизация с помощью психотехник, эмоций и так далее, и так далее. Но, в общем, видите, спектр мнений какой-то есть. Значит, можно так, можно вообще, в принципе, ограничить. Ну, я понимаю ваш вопрос, конечно. Я немножко пошутил насчет школы. А в принципе, ну, люди становятся более, скажем так, культурными. Они перестают курить, перестают пить, перестают еще кое-какими делами заниматься. Вот. И точно так же можно перестать заниматься телевизором, там, еще что-то, еще что-то. И постепенно, ну, вот в Америке, значит, вы же не видите такой массы курящих людей, и особенно женщин, как в России. Ну, американцы более культурные. Вот. Но, в общем, тут есть ресурс, конечно, есть ресурс. Конечно, есть ресурс в оптимизации информации, которая подается к человеку. Еще не мозг тут оптимизирует, а просто, ну, надо структурировать эту информацию, чтобы она была в таком более разжеванном виде, что ли, более структурированном, чтобы мозгу было легче. Конечно, можно регулировать эмоциональный фон, там, разными способами, потому что эмоции, конечно, добавляют своего. Мы же в том-то все и делаем, что хоть это и информационно-аналитическая машина, но она возбуждается, когда, значит, что-то возбуждается, причем не от массива какой-то информации иной раз, а от одного слова. Такая специфика у человека. Поэтому, значит, есть какие-то еще заделки, но, понимаете, это тоже все время. Это же все такое, что главное, что мир меняется, нам очень трудно его удержать. Либо мы глобально начинаем ограничения какие-то делать, просто вот как и моратории такие большие есть на разные проблемы. Вот так вот какие-то будут моратории. Если так думаться, я немножко здесь отвлекся уже, сейчас не будем эту тему поднимать. Но, вообще-то говоря, у человека, человеку уже сейчас всего хватает. Правильно надо распределить, не драться друг с другом и так далее, и так далее. Некуда дальше спешить. Есть ход. Занимайся самим. Самим собой. То есть, это означает, что мы же, вообще-то говоря, улетели далеко в космос, там, ускорители и прочие по зону Хиггса, но человек-то нездоровый. И внимания к здоровью человека, неважно где, в России или где, оказывается очень мало. Научные силы занимаются совсем другими такими капитальнейшими проблемами. Так что, здесь есть ходы. Но, давайте с вами разберем, я понимаю, все как бы тут правы, но давайте с вами разберем один ход. Странный. Который предлагается современными нейротехнологиями. Мозг, чтобы ему помочь, все-таки искусственный интеллект. Ну, мы уже говорили, структурирование информации, там, хранение информации и так далее, и так далее. Пожалуйста. Только надо наладить взаимодействие хорошее между мозгом и вот этим искусственным интеллектом. Чтобы он действительно помогал в нужные моменты, ну, буквально как вот внешний помощник. Но, это же все-таки клеммник, и как так сделать органический такой, такую связь? И, конечно, значит, если выдумывать дальше, то нужно всего ничего. Нейроинтерфейсы. Как раз мой флип, поэтому мне это очень нравится такая идея. Значит, нейроинтерфейсы, то есть нужно сделать интерфейсы, которые могут переводить язык мозга в компьютерный и обратно. Ну, и тогда можно наладить какое-то взаимодействие. Мозг начнет пользоваться мощностями, значительно превышающими его возможности по некоторым парам. Для этого давайте мы сравним. Это дискуссия. Послушайте, давайте мы сравним. Мозг человека и искусственный интеллект. Ну, смотрите. Искусственный интеллект хорошо работает, как он шаг. Ну, чемпион мира сейчас может так систематически побеждать компьютерный программ. Или же все-таки то ничья, то победят, то нет. Ну, вроде бы доказали, что уже все, уже можно. Уже шахматы, то есть, фактически, искусственный интеллект выигрывает шахматы. Кто-то доказал. Ну, как бы в литературе пишут. Так что все. Поставка искусственного интеллекта выиграл. Какой человек... Смотрите. Значит, я, конечно, это... Вы все знаете, да. Смотрите. Я тут для дискуссии говорю. Искусственный интеллект ли здесь выиграл? Во-первых, давайте сразу мы договоримся, что... Да, алгоритм. Вычислительные машины, роботы, там все это, так сказать, металлизированное такое дело, на самом деле не в них же дело, а дело в программах. Все эти, так сказать, вычислительные машины, это плеер для кода. Как плеер для кода музыкального. Больше ничего. Туда засовывается код, и она уже выделывает то, что надо. И если к этой машине приспособить какие-то руки, ноги, гусеницы, получится робот и так далее. Поэтому мы все время говорим о программах. А еще, если глубже, об алгоритмах. Так вот, получается, что здесь против Каспарова, там и так далее, играли шахматные программы. Интеллектуальные ли они? А это большой вопрос. Это справочники, это просто... Ну, это же, да, потому что в шахматах, ну, выигрыш, искусственный интеллект, в шахматах, это просто алгоритм, правильно подправил алгоритм. Ну, смотрите, смотрите, я подтверждаю, я подтверждаю. Да, никакой шахматист, какой бы он силой сейчас не был, и рейтинга, даже близко не может сравниться с машиной. Ну, читай программу. Шахматная программа обыграет любого, без всяких проблем. То есть, вообще тут нет вопросов. Но дело в том, что тут, вы же понимаете, шахматная игра, если речь идет о развитой ситуации, то число вариантов шахматной позиции, ну, я имею ввиду осмысленных шахматных позиций, Гиннер посчитал свою жизнь, 2,80. То есть, число вариантов позиции, которые реально могут произойти на шахматной доске, 2,80. То есть, это никакая машина не посчитает никогда. Ну, здесь конечное число, поэтому посчитает, но по времени это очень много. Ну, 2,80 это очень много. Число атомов во Вселенной, 2,120. Нет, нет, неправильно, неправильно. Число атомов во Вселенной 2,80, а вот число позиций 2,20. Ну, тут уже, понимаете, эти порядки уже не имеют его значения. Поэтому перебор здесь невозможен для машины даже. А для человека тем более. Поговорите с сильным шахматистом. Ну, они самые сильные, они говорят, что 3-4 хода вперед. Все, больше невозможно ничего. Ну, а дальше как играть? Как же они тогда все-таки делают хорошие, качественные, красивые партии? Как они додумываются, если они не просчитывают ничего? Почему партии становятся не хаотическими, а красивыми? Творчество не однозначно. Ну, творчество. Так что, значит, но все-таки, а как же тогда эти машины красиво играют, обыгрывают шахматистов? Вы сказали творчество, значит, нет. Справочные. Они не могут сделать, посчитать все варианты машины. Это точно не надо. Никакой проблем не почитайте. Есть опубликованные эти софты для шахматных программ. Очень простая задумка. Загружаются все выигрышные шахты. Перебирать партии – это миллисекундное дело. Это не ходы берега, а партии. Человек сделал ход, быстро просматриваются все партии, берутся те, которые идут в развитии звуков. Потом ужин, ужин, ужин. И, то есть, машина видит предсказания. Просто потому, что, так сказать, она посмотрела партии. А чего бы тогда шахматисту так не делать? Шахматист не запомнит все. Вот, видите, проблема памяти. Памяти и быстродействие. Просто вспомните книги раньше, журнал «Человек и наука». Там же шахматные партии всегда были. Расстановка фигуры, все. Ну, в общем, значит, идея такова, что здесь никакого творчества не нужно. Здесь перебор. Ну, просто умный перебор, причем этот ум давал машине. Просто программист. Конечно, этот перебор тоже надо делать. Его тоже нужно делать по умному. Это тоже не так вот просто. Взял – перебрал. Ну, это по умному. Это вот задачки для хорошего математики программистов. Вот так. Так что здесь чистый перебор. Никакого интеллекта тут нет. И мы не можем говорить сейчас о том, что вот это вот пример того, что есть искусственный интеллект. Ну, хорошо. Значит, тут сразу нужно привести в другую игру. Не «Го», а такую, где варианты ходов не однозначны. То есть здесь все однозначно. Нужно просмотреть, просчитать, там, по партам, так, как, не важно. Попер. Никогда не известно, какие карты у других на руках, из общей колоды. И, в общем, как тут вот играть. И человек начинает, так сказать, делать поперное лицо и прочие все дела. Вроде бы психологическая игра. И вот против такой игры машина уже не справится. Она же не понимает эти самые эмоции, там, прочее. Все, обман. Тем не менее, да, справится с ним. Легко. Есть же определенное количество карт. Компьютер же может считать все вероятности. Как страшно вероятности. Соответственно, на большой рубрике чисел, как будто бы, вы всегда понимаете, что умеете считать вероятности. Все. Ну, совершенно верно. А считать вероятности – это уже, так сказать, конечное время. Очень быстрое причем. И вот покерная машина, которая выиграла, первая покерная машина, которую она выиграла, у нее вероятность правильного рубрета 0,57. А вероятность правильного рубрета, вообще, надо сказать, что в плюсе остается 5 процентов. Сейчас он грохнется. Ну, это за электроник. Если будет 200 клятв. Но я хотел сказать, что покерная машина, она дает 0,57, а вообще остается в плюсе примерно 5 процентов игроков. И вот среди этих 5 процентов дают наибольшей вероятности там 0,3, 0,4. Ну, в общем, если есть автомат, который играет с 0,57, все, можно забыть, а вы излиши в плюсе. Здесь, пожалуйста, такой вероятный стык. Ну, и, значит, здесь, я вот привожу, я думаю, что вы читаете здесь. Видите? 200 процессоров. Это все-таки не так-то просто. 200 процессоров все-таки играло против, как они предсказывают. Видите? Они не взяли какие-то чемпионские партии. Они посадили эту программу играть самым-самым. И вот тогда она играла миллиарды партий. И все, быстренько посчитала всю эту статистику и использует ее дальше для работы. Получается, интеллект, машинный интеллект сам себя и не усовершенствовал, усовершенствовал. Ну, он не усовершенствовал, он просто посчитал. Нужна была статистика. Если бы мы ему дали эту статистику, исходную из учебника, кстати говоря, посчитанные эти вероятности в разных кодировках с этими картами. Но она сама себе может посчитать, мне не нужна никакая теория. Мы там теоретически считаем, исходя из теории вероятности и так далее. Ну, никакая теория не нужна. Миллиард партий, сколько таких вариантов, столько таких, сколько таких. посчитать, сколько миллиарды партий каких-то разных вариантов, ну, дверь или секунду даже, если уйдет. Нет, нужно как-то. У меня есть еще. Все-таки, а почему компьютер может посчитать, а человек быстро, быстро, и поменьше. Мы не можем так быстро считать. Тем более, вероятности, понимаете, чтобы посчитать вероятность, например, допустим, вероятность того, что я здесь появился, 0,2, а вероятность того, что вы здесь появились, допустим, 0,4. Какова вероятность того, что мы появимся совместно? Нет. Есть теорема, которая показывает, что если мы независимые события, то нужно перемножить эти вероятности. 0,2, помножить на 0,4, там сколько я сказал. Вот и считайте 0,08. Нет, но есть же в крупном казинальной фризе, которая проходит и считает партии. Нет, 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 это значит, они примеры. Но потом, чем больше опыт, тем, конечно, уградывание лучше, поэтому 5% людей остается в плюсе. Так, более-менее. В среднем. Это такая мировая практика. Это же, наверное, магия. Ну, нет, 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 они затренировались, какие карты, при каких картах, какой делать наиболее вероятно правильный губ. Вот. И среди них ходят эти секретные, значит, пары, крат, тройки, четыре. Это все можно прочитать в интернете и просто прилежно выучить. Раньше это были такие большие секреты профессиональные. Ну вот, но все-таки ГО. ГО – принципиальная игра, где, ну, здесь мы договорились, что здесь тоже нет искусственного интеллекта. Какой же тут интеллект, статистику посчитали и делает ход, исходя из этой статистики. То есть, карты такие, значит, нужно делать такой ход. Карты другие, надо сделать такой ход. Можно я сразу... Да? Замечательный стат Скиннера, ну, в Минутсколоке вопрос не то, что думают и машины, а то, что думают и люди. Ну, сейчас, сейчас мы дойдем до этого дела как раз. Дай мне вопрос. Значит, все-таки ГО. ГО плоха тем, что, я вот я сказал, что в жанрах 2 в 120-й. Но здесь вот число этих ходов ГО слишком большое. Ну, говорят 2 в 300-й, 2 в 350-й. То есть, это просто, ну, астрономический цифр. Там пересчитать что-то просто вообще невозможно никак. А самое плохое, что там незачем помнить чемпионские партии. Потому что, какую партию не начинаешь, все равно это будет уникальная партия. Слишком велико многообразие возможной партии. И поэтому там бесполезно это делать. Ну, программа опубликована, хорошо описана. И в Nature. И можете посмотреть AlphaGo. И действительно, эта программа выиграла, там, обыгрывает гашистов. Почему? При такой вариативности. Ну, очень просто. Тот же самый ход. Видите? Они, например, они посадили эту машину играть с собой, сама с собой в год. Она наиграла 30 миллионов партий. Никакой человек не может помнить эти 30 миллионов. А для машины перебрать 30 миллионов, ну, это микроскопическое время. И 160 тысяч игр реальных человеческих. Ну, и все. На этом массиве она и смотрит, что более выгодно делать, это ее опыт. Иногда она может проиграть, потому что партия уникальна, ну, и нет в этом опыте. Но человек-то гораздо чаще будет проигрывать. То есть, реально, получается, это настолько большой плюс у машины, что почти всегда до практической вероятности, что человек обыграет машину, Но теоретически, да, в каком-то случае может. Поэтому и посмотрите, какие мощные, мощные вычислительные комплексы для такой игры. Ну, не сопоставим с человеком. А это что за комплекс? Что там порождается творчество? Нет. Это же, это же просто вот чистая механика, которую написали, программисты серии подумали, написали, написали в Nature, значит, как они это все делают, там достаточно все просто. Просто нужно было там продумать, додумать, там и так далее, оптимизировать и сочи, и все. Вот и вам счетная программка. Никакого там ума, там, чего-то у него в голове нет. Поэтому искусственный интеллект его нет. На одной конференции меня пригласили к искусственному интеллекту в прошлом году. Наша, главная такая конференция в России была. И, и в общем, они согласны, специалисты, что искусственного интеллекта нет. Ну, они разделили, правда, сильный искусственный интеллект и слабый. Сильного искусственного интеллекта нет, и неизвестно, как его сделать. А сильного это означает, что такого, который был бы похож на интеллект человека. Творчество. А? Что же? Что же? Которое сознается. Которое создаёт творчество. Ну, видите, эти все слова я сейчас бы не хотел, мы просто будем спорить много творчества, ум, образа и так далее. Ну, просто давайте мы сейчас так метафорически, так вот, как человек, значит, думает, значит, пока нет ничего такого, даже близко. Слабый интеллект есть. Может быть, кто-то знает пример слабого искусственного интеллекта? Так все алгоритмы поисковик, гугл, ну, как бы, это же... Ну, мы далеко зашли. В стиральной машине слабый искусственный интеллект. Поэтому это все, ну, такие, что учитывает этот аппарат, который по определенному алгоритму его отработает. Слабый интеллект это фактически несколько алгоритмов. Ну, они тоже, мы различаются, потому что, допустим, лайнер вести, автопилот, это тоже слабый искусственный интеллект. Он ведет лайнер, там много параметров надо учитывать. В общем, мы пишем много программистов. Ну, во всяком случае, это все такое. Значит, теперь наше решение в задачах с алгоритмическим решением машины намного превосходят человека. Если есть какой-то алгоритм, как решать задачи, человек не нужен. В этой связи практически все профессии человека можно отменить. В Америке сейчас проблема. Там 9 миллионов дальнобойщиков, 10 миллионов или на пару логистических людей, которые обеспечивают все это. Они не нужны. Все эти автомобили, там большие, хорошие дороги, длинные, там несколько тысяч ли надо ехать и ехать и все. Все на таких дорогах полотно очень чувствительное, датчики везде расположены, поэтому на автомате ехать и все. И представляете, ни еды, ни социального пакета, ничего не нужно для этих людей. Они посчитали, что им выгоднее дать этим людям зарплату, какую они получали, и чтобы они сидели дома. И все. И это проблема. Ну, социальная проблема, если 20 миллионов человек будет выложены на улицу. А это же касается не только них. Посмотрите, в наших супермаркетах. Вы же видите кассы? Там часть касс автоматических. Мне, например, больше нравятся автоматические кассы. Вот. И что? И это же, в общем-то, понятно, куда делаете. А банковские служащие сколько, которые все за ними прописывают? В 19-м году уже. Так что это все для слабого искусственного интеллекта никакой проблемы нет. но, кто-нибудь знает это уравнение неравенства? Знаменитая теория ферма. Ну, х плюс н, х в степени н, то есть, х в степени н, никогда не равно з в степени н, за исключением степени 2. Ну, если говорить о целочисленных значениях. Так что, если двойка будет, это верно. Это серия двойки. Все? Но, это красивое, красивое и очень важное в теории чисел теоретно. Ну, фактически предположение ферма. Нужно было доказать. И, тот, кто докажет, все понимают, что это будет величайший математик. Поэтому, все крупные математики брались за эту проблему. Не могли сделать ничего. И, спустя 350 лет, вот английский математик, он решил эту задачу. Но, надо сказать, что до него брались очень многие. Поэтому, это не совсем с нуля. И, в этом смысле, никто его не называет величайшим математиком. Просто, ну, он, в общем, дошел до решения этой задачи. То есть, получил он, в итоге, 128 страниц. Что я хочу здесь сказать. Кто из них дед? Человек, доказавший предположение, и те, но тот, который выдвинул предположение. Как можно выдвинуть предположение, которое требует алгоритмического доказательства на 128 страницах, да причем никто его не мог найти. И сам этот фирма, естественно, его не знал. Хотя, и ходят легенды, что он знал. Вот. тем не менее, вот так в голову пришло это бедное предположение сложное, потребовавшее 350 лет. Еще один пример, вы его хорошо знаете. Всякое, это связанное, компактное, и так далее, и так далее. Сложное предположение, он корректно. Важное в теории, топологических теориях, в частности, в теориях, связанных с расширением Вселенной, это важное подтверждение. Если оно неправильно, то там много чего нужно корректировать. Если правильно, значит все хорошо. Но и вот нужно было доказать. Тоже сто лет ушло. А когда все-таки Берельман привел доказательства, то ни один математик не мог понять это доказательство. Ведь это до чего дело дошло? То есть, они настолько сложные, вот в каких-то случаях, что это даже невозможно понять, если кто-то это думает. Как мог тогда Хуан Каре свободно высказать такое сложное предположение? Ну, кстати говоря, никто не додумался, была создана комиссия, ну, вы знаете эту историю, там 5-6 мотивоватиков, которые в этой области работали, крупнейших причем. И вот они несколько лет поработали, написали большой том, и вроде бы все правильно. После этого там все эти... Вроде бы ключевой флот, да? А? Вроде бы ключевой флот. Ну, вы знаете, значит, вот они так утверждают, что, конечно, там существует вероятность, что они сами что-то пропустили. Но с очень высокой вероятностью все правильно. Вот, к сожалению, приходится вот так теперь утверждать при сложных всяких процедурах. Как? Пуанкаре выдвинул это, не имея в голове алгоритмического решения этой проблемы. Хотя алгоритмическое решение есть. А может быть, в каких-то случаях его вообще бы не было. бесполезное высоко? Как же они тогда придумали это предположение? А знаменитый Ричард Феймон, вы знаете, тоже новерский лавиат, там он очень заслуженный в физике и так далее. У него есть лекции по физике, но это сложная книга для студентов, но для писарных студентов. но у него есть мессенджерские лекции. Это мессенджер это меценат, который организовывал эти лекции. Это для всех. Вот как у нас сейчас такая лекция, но просто лектор гораздо более высокого уровня. И в этих лекциях они напечатаны, их можно почитать. Я там нашел такую главку, где он тоже задумался об этом вопросе. Как делаются великие открытия людьми? И поскольку он жил в то время начала 20 века, когда там это бурное было развитие физики, математики в том числе, где был Эйнштейн, Дирак, ну и прочие. Вся вся эта прияда выдающихся физиков, построивших новую физику. Он был среди них. Он естественно мог опросить каждого, а как ты сделал свое открытие, как ты и так далее. И он приходит к удивительному выводу. Ни одно из великих открытий не было сделано алгоритмическим путем. То есть ни один из этих первооткрывателей не мог привести логическую цепочку доказательства своего открытия. Всегда получалось так. Вот сколько он там доказал, дальше такой прыжок, никакой логики, просто он считает, что скорее всего так, дальше доказывает следующий кусочек. И так далее. Вот таким образом они приходили к своим открытиям. Но те открытия, в отличие от этих математических теорем, они подтверждались экспериментальными, экспериментальной физикой. поэтому нет, точного заказательства нет, но опыт получился. Базон Хикса поймали. Ну значит все расчеты поймали. Так вот он задался вопросом, так как же человек когда открывает эти новые истины. Подсознание. Подсознание ни о чем не говорит. Я могу сказать из космоса. Ну вы понимаете откуда они получают эту информацию? Ну если он усваивает, то все равно используя наработки он идет, 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 и он какую-то цепь видит, которую до предыдущего не увидели, и оно выстреливает. Нет, что значит видит, не видит. Важно, что у него нет, он не приводит логическую цепочку полностью. Все с разрывом, а дальше какие-то предположения. Но все равно мозг как-то перерабатывает информацию. Естественно мы с вами понимаем, что эта информация как-то получена мозгом. Откуда? Интуиция называется. Нейроны. Я могу любые слова сказать. Нужен какой-то принцип. Принцип такой, наверное, эта информация все-таки разлита во Вселенной, некоторые люди могут ее принимать. Подойдет такое объяснение? Нет. Почему? А почему нет? Скорее всего у человека имеется информация внутри. Он ее не может как-то сформулировать, возможно, и оперирует какими-то чувствами внутренними. Просто на просто выводит на полет. Но это, понимаете, все равно, что из космоса. Потому что в человеке уже есть вся информация, нужно ее только даст. Что-то виноват. Вычисление может происходить в голове, естественно, не ровно силе. Она производит вычтение, человек не обязательно это осознавать. Он не успевает освеживать вычисление. Это результат. А там проще геологические процессы, которые довели к этому вычислению. Да. Это и есть подсознание. Ну, так можно было бы сказать, что человек просто не видит картину того, что у него там вычисляется. Он просто выдает ответ. Но проблема в том, что виден объем вычислений, который нужно сделать. Он невозможен для мозга. Александр, там просто часть вычислений заменяется опытом. Что-что-что? Часть вычислений заменяется образом. Ну, образ. Я понимаю, но чувствуете, это же вот видите, кто-то говорит, что часть вычислений заменяется интуицией, часть вычислений из космоса, часть вычислений из внутренней. Это все одни и те же слова. Одни и те же слова. Но вот есть идея, у одних идеи выстреливают, это грубо говоря так же, как открытие. Одного выстреливает и другого не выстреливает. Но это мы все знаем. По одной простой. Почему не выстреливают этого человека? Дальше, последний, давайте. Это у нас может быть готовые выборки для брать, потому что мы рассматриваем три кейса, а есть еще 97, которые не предпровели. И может быть у нас получается получается. Да. Ну вот видите, это такой наиболее трудно парируемый вариант, где этот Пуанкаре случайно выдвинул допустим не одно предположение, а скажем 10. Но одно подтвердилось случайно. Дело в том, что у Пуанкаре и Фермах их считанное количество. Они сформулировали эти задачи и больше нету. Их не 100, не 200, там 2, 3, 8, 4. Все, больше нету. Поэтому это не метод тыка. И более того, он же работал в этой области Пуанкаре. Поэтому он глубинно это как-то сделал. Не просто случайно. Для чего-то именно такая формулировка им нужна. Я веду к тому, что я не подсказываю вам ответ, я его сам не знаю. Но значит все эти гипотезы о том, что сверху пришла информация, в геноме она хранилась с незапамятных времен кто-то заложил. Ну все, это понимаете, это можно так. Но тогда вот мне лично неинтересно. Если мне скажут вот как работают эти часы, я скажу ну они впитывают информацию из космоса и так работают. Просто мне неинтересно такой ответ. Я бы их разобрал, посмотрел, но у меня такие гипотезы скорее всего не работают сами по себе такой механизм. Поэтому я исхожу из того, что надо объяснить как-то механизмом мозга. Все. Из всяких каких-то подсторонних слов. То есть я не хотел бы опровергать вас, космическую информацию или другую какую-то информацию. Может быть это и так. Нет, это тоже надо проверить. Разобрать и посмотреть как устроена наноосфера. Дело в том, всего человечества не хватит для того, чтобы проверять все гипотезы. Поэтому значит вот он ответил на этот вопрос. Все-таки он задал этот вопрос и вот его ответ. А это я подчеркиваю это человек, который сам сделал великие открытия. чего так? Ну в общем там написано за этой штукой что человек догадывается. Вот по-английски там у него написано to guess. То есть человек догадывается. Вот его ответ. Вы знаете это конечно ответ ничем не хуже чем это интуиция. Это бессознательно. Это какие-то вычисления которые бессознательно там провернулись а и вдруг они выскочили из головы. Он догадался. Вот но сейчас я хочу только причернуть одно. Человек который сам пришел к великим открытиям чувствует что их не делал. Он просто догадался. Если какой-нибудь когда мы это психологическая штука завершать. Сейчас сколько уже говорит? Сейчас 20.23 Это значит сколько он говорит? Час 30. Какой кошмар. Начали позже поэтому час Извините мы всего 2.02 1.02 1.02 1.02 Если будет вопрос я вам расскажу свою гипотезу откуда это берется. Но опять же это гипотеза поэтому не так расскажите уже сразу расскажите гипотезу правда. Я сейчас подумал для этой гипотезы конечно у нас нет этого рассказа который подтверждает но я вам его расскажу просто мне придется вам это не доказывать хотя это можно изложить на технике а просто сказать дело в том что в голове у человека именно у человека и поэтому такой отрыв 10 15 миллиардов для коры только для коры в голове у человека синтезируется ментальная модель внешнего внешнего по отношению к мозгу то есть ментальная модель работы органов пищеварения ментальная модель всего что его окружает в силу постепенного накопления опыта и получается что человек получил гигантское преимущество с этой моделью по сравнению с любыми другими животными это же модель значит в ней можно проигрывать варианты будущего и не нужно там бежать смотреть за углом там кустом сидит ли лев или нет можно проиграть варианты если он там сидит если он не сидит если там сидит не лев а заяц если там сидит кто-то кто за ним ну и так далее и так далее это можно все проверять если сделать это то же самое что если сделать модель самолета ее можно числовым образом проигрывать не компьютере не нужно ее обдувать в трубе ее можно обдувать цифровым воздухом все мы так далеко уйдем значит у нас нет такого времени но я скажу здесь получается и к тому много доказательств что мозг синтезирует такую модель хотя бы потому что вы меня сейчас не видите кто-нибудь видит меня ощущение в реальности кто-нибудь видит меня только в матрице видит ну мы не понимаем как это такое может быть чтобы кто-то видел меня в реальности мы воспринимаем информацию мы видим вас мы видим то что вы хотите дать но я ухожу от таких разговоров которые не имеют как бы быстрого завершения почему мы не видим в реальности но это же простая вещь которая написана в учебнике школьных учебников глаз это хрусталик и сетчатка через хрусталик на сетчатку попадает проекция внешнего мира вот эта проекция она проекция чего внешнего мира или она какая-то оторванная от внешнего мира внешнего мира конечно физически просто проекция но дальше то что дальше по зрительному нерву в мозг идут нервные импульсы там не идет изображение это не волноводы по которым могут фотографии передаваться там идут нервные импульсы все то есть физическое изображение то что я вижу в физическом мире рассыпалось в этом зрительном нерве там миллион нервных волокон они идут и распыляются там веером расходятся по всей голове и где-то там идти я вас там там не может быть никого образ так вот обратите внимание в голову ничего не проникает вот из этих из того что есть во внешнем информацию информация это ну нужно но это импульсы она как в процессорах так же здесь нет 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 вот видите это такой разговор который требует последовательного но важно что что уже становится понятно что вот этого физического мира в голове нет там только может быть реконструкция ну тем не менее я же все-таки вас вижу как-то такое может быть если физически вы туда не можете попасть я вас вижу значит происходит реконструкция вот это тайна мозга ну можно разобрать как примерно это может делаться но реконструкция мы получается живем в реконструированном мире не в физическом реконструированном а раз так значит эти реконструкции должны обладать свойствами модели там не могут быть просто такие слепые картинки и картинки должны быть связаны если рука поднимается должно быть модельное описание этого движения и так далее поэтому получается такая вот модель которая описывает мой опыт это реконструкция что дальше это означает что там где я имею наибольший опыт там эта реконструкция становится очень тонкой со многими деталями а самое важное что помимо вот этого этой модели что пришло к человеку вместе с этой моделью это то что модель никогда не может этот мир смоделировать в точности до каждой мелкой детали и как быть чтобы она работала она же не будет работать если как допустим в процессе мы выключим один транзистор он уже не будет работать крупный мир мозг дорисовывает вот видите дорисовывает значит вот эта магия которая делает мозг он фактически начинает лопчить то есть он достраивает те вещи чтобы модель заработала но дело в том что они большинстве права Modex работает она соответствует действительности если у меня модель такая что на красный свет ну что переходите на зеленый не можно то быстро так сказать человек превык что это неправильно модель везде идет шлифовка если я продолжаю этот опыт у меня нет это значит неправильные склейки другая другая а если другая более не подходит она шлифруется пока модель заработает глава ты все и кто теперь знает сколько у нас склей в голове много много поэтому получается а теперь получается обратная ситуация когда я же эти склейки не видел сам но они мне было есть если я не задает вопрос природа или мой научный руководитель или студент по поводу природы какого-то явление я ему рассказываю исходя из своей модели со склейкой он прочитал откуда вы это знаете я догадался чувствуете дальше развивать эту идею но кстати говоря это не моя идея если внимательно прочитать современные книжки по психофизиологии и по некоторые некоторые разделы по основным психических процессов восприятия и так далее но это это очевидно что это так и многие это прозрачно так и пишут ну некоторых местах она не очень прозрачно звучит просто я вынужден здесь быстро рассказывать и поэтому значит как-то свернул все это дело а вообще-то это устоявшаяся точка зверя такой материалистического понимания работы мозга материалистического в том смысле не марксист-ринск а в том смысле что все таки это приходит не из мне так сказать вот эта модель эта информация вдруг которую я вам сообщил но приходит из моего личного и там где этого опыта больше там больше шансов что я действительно подметил какую-то правильную идею в природе где у меня меньше опыта естественно меньше если я сейчас прошу как выглядит электрон ну вы же никогда не видели в камень трогает поэтому у вас будет разнообразие в них но если я спрошу вас а как выглядит допустим стол у вас у всех есть опыт что такое стол но и то у вас будет в общем пойдемте дальше итак я хочу сказать что видите это очевидно что машины если слабый интеллект даже слабый интеллект я сейчас говорю что сильного интеллекта нет но я не говорю что его не будут потому что если он пойдет по пути эволюции так как шел человек там может быть сильный искусственный интеллект но не будет человеческим поэтому машины конечно сильнее я предполагаю что прямо на наше время 10-15-20 лет это будет большая проблема человечества люди по исполнительском смысле становятся невыгоден они не производитель и мы сами себе портим жизнь не производительным трудом потом говорим что нету пенсии нет доплаты нет того так мы даем столько продукции вот автомат поставить будет больше продукции ты сиди дома и любый доход от этого автомата вот и все разные форматы есть социального внедрения автомата например каждый вот если я ушел с этого места меня заменил автомат я как бы нахожусь с ним вдоль больше сделаю я больше получу но я при этом буду сидеть дома чтобы я его не трогал этот процесс понимаете это такая необходимость если мы хотим все больше и больше и больше больше продуктов больше всего больше всего но это отдельная тема видите значит поэтому ясно что этот интеллект сильнее по двум показателям быстродействие память не превзойти ни при каких условиях особенно сейчас ну еще новые инструменты появились буквально они появились в общем-то давно но ввести в действие стал возможен буквально последние 5-6 лет например конвенционные нейронные сети и это по-русски они называются твердыши твердыши на нейронные сети у них там особые свойства которые придают им очень большую силу вот значит получается что они все будет заполнено этим искусственным интеллектом он будет все делать лучше за исключением творческой задачи он же у него же нет внутри этой модели внешнего мира откуда у него будут эти догадываться ниоткуда человек нужен если сами эти машины не дай бог начнут развиваться дальше они вынуждены будут использовать человека потому что у него есть в голове это модель вот вам сценарий для другого филе значит вот концепция эгоистического искусственного интеллекта то есть ну все мы ему передадим и выхода нет ну это такое разъяснение известного выдающегося такого философа дэнета который говорит о том что сами программы эти не страшны ну если мы только не наделяем их полномочиями которые им не будут соответствовать а это зависит от нас не будем наделять полномочий будет все хорошо конечно в общем то это пойдет это такой тонкий намек что на этом где-то примерно надо остановиться мы поехали дальше значит но это принципиальная вещь эгоистический искусственный интеллект то есть он ставится вместо человека и дальше в общем то видите нам задавать какие-то цифры в целевой установки например больше делать винтов он придумает как оптимизировать это дело чтобы делать все больше и больше винтов в конце концов он может додуматься до того что будет во вред человеку как это все предусмотрено поэтому здесь есть опасность и ну это значит такие всякие страхи получается что искусственный интеллект в конце концов начнет захватывать человеческое тело и все вот эти страхи и вот эти киборги дарики химики это все из научной фантастики которые я вычитывал вот и тут все могут играть свою роль и в общем это тоже известные существа вот то есть этот эгоистический искусственный интеллект конечно это такое дело вероятно трудно будет контролировать хотя мы его не наделяли полномочий мы ему даем не по необходимости целевую функцию больше винтов это самая простая ситуация а если целевая функция долететь из пункта а в пункт b самолет управлять мало ли что там в полете выдумать лишь бы долететь и идея назад можно и идея вот известный человек на саммите в прошлом году можете посмотреть Илон Маск он выдвинул интересную идею а давайте чтобы обуздать искусственный интеллект приручил его он создал компанию нейроник в каком смысле ну условно говоря мы будем его вносить в рюкзачке там за спиной ну или так сказать в зависимости от компактности пошвем его под кожу но так чтобы мозг при необходимости обращался к этому искусственному интеллект ну надо какую-то решить задачку если четко она формулируется мозгом она сбрасывается на этот внешний компьютер он использует свою большую память фактически за обучение и быстродействие провернет какие-то операции те самые которые человек не мог развернуть когда вот он хотел бы сделать открытие он вынужден догадаться он просчитает там что-то вернет человек идет дальше на основании этого дела ну примерно так и тогда собственно негде развернуться этому искусственному интеллекту он будет просто прислуживать естественникам и вот такого рода я должен был как-то вот их называть я сам придумал слово киберсимб это симбиотическое объединение это уже не эгоистический интеллект это идея все-таки вот этого известного вела Дамаска все его знают и вот эти киберсимбы это какое-то решение получается что мы привлекаем дополнительные мощности но видите это все пахнет тем что нужно контакт с мозгом получить в том или ином виде эта идея имеет смысл я вам не хочу открывать тайну что я лично думаю на эту тему но она имеет смысл эта идея и не исключено что она будет иметь сильную поддержку для реализации ну и вот давайте несколько пробежимся а что можно подключиться к мозгу ну собственно вот все предыдущее это такая философия которая которая меня вовлекает в свою работу там я начинаю эту тему думаю ну а конкретика которая есть это вот моя работа подключения к мозгу конкретно поэтому несколько слов видите весь инструментарий есть всякого вот это вот кость это уже кора начинается и разным образом вводить электроды в мозг это все есть сейчас по земле ходят десятки тысяч людей с вживленными в мозг электродами это что уже киберсинга а зачем вы знаете у меня два случая было что мне звонят из далеких городов в России и значит разговор там идет идет некоторое время потом сводится к тому вытащите пожалуйста мне чип ну понятно что человек несколько несколько неправильно в реальности живет и в какой-то он так один из них так просил жить невозможно этот чип управляет и так далее и так далее я в какой-то момент подумал в конце концов вытащу давайте я ему этот чип и все вот ну я конечно думал так что ну хорошо он далеко живет денег нет работать не может но это вот такая полиция вот и я думал что ну хорошо я на свои деньги и ради того чтобы сделать такое я вот приглашу посажу поставлю электроды ну где-то там отровавленный чип вытащу вот какую-нибудь микросхему такую в крови от крысы допустим и начну покажу все вытащил я чип все меня вовремя остановили что многие вещи нельзя делать это сделать был эксперимент да знаете ну реальный когда врач лечил таким образом и самое главное и это помогает да самое главное не говорить пациенту что это неправда ну естественно не нужно обмануть но вы знаете это значит тут очень опасные дела да юридически опасные ну в общем это другая тема и так инструментали весь есть а вот эти люди 10 тысяч человек это не те вот которые живили там что-то такое это обычное дело когда в основном по поводу эмплипси нужно купировать зарождающийся приступ но уже изучая этого человека известно становится известно в каком месте разворачивается собственно эта электрическая активность туда вживляют электроды и на голове вот видите под кожей можно вживить процессор который анализирует эту электрическую активность как только она уже показывает что сейчас будет приступ прямо на эти электроды нужно дать определенную электрическую стимуляцию но определенная частотная и так далее и все Землетрясение так же может быть? Землетрясение всё-таки не доходит до этой структуры, трясёт всё мозг, да ещё кирпич свалится. Нет, это лучше вот так. И это всё хорошо очень работает, человек даже не замечает, что он вдруг приступ прошёл. И на самом деле ещё большее количество людей, сотни тысяч, ходят сживлёнными сердцем и тронами, как для стимулятора. Они даже не замечают, что в какой-то момент сердце остановилось и тут же запустился кардиостемулятор. Он начал следить за этим моментом. Поэтому такие вещи, видите, нейротехнологии будут в прямой работе. И количество электродов можно, вот здесь в данном случае в конкретном статье, в известном мне, там бывало в университете Дюк, где говорят, две тысячи электродов в обезьяне мозг ввели, и с каждым электродом можно регистрировать электрическую активность нейронов. Вот сбоку вот эти линии, такие горизонтальные, это как раз развертка, и вертикальными штрешками показаны отдельный такой спайк, нервный импульс нейроны. И если эта линия, допустим, светлая, значит, редко такие видны. А если тёмные, значит, она сплошь идёт спать. Вот вам две тысячи таких линий, разбирайтесь. Есть уже такие вот электроды сборки, которые продаются в магазине. Ну, это можно заказать и получить специально для оживления морских животных или человека. Уже там всё подобрано, материалы и прочие все дела, есть некоторая электронная начинка. В общем, это такая матрица из 96 электродов, её можно оживить. И ей пользуется эта разработанная в Boston Dynamics, когда раньше было. И теперь вот кто, где происходят такие вживления, они используют вот эту вот сборку. А для чего вживляют? А для чего вживляют? Считывать информацию и подавать сигналы. Такое обживление, они уже достаточно редко, но иногда с диагностической целью. Просто следить за тем, как развивается там дублевание какое-то. Но я сейчас покажу для чего. Вот вам такая операция. Я вот присутствовал при этом, как бы операция. Видите, вот открытый череп. Вот здесь вот толщина, вот эта толщина черепной кости. Это марля тут, чтобы там выбирать остатки там лифы, крови. И вот открытая кора. И вот уже одна такая плашечка со своим кабелем, она уже вживлена, вколотно в кору. А вот эта вторая ещё делается. Так, делается так, немножко ищется такое. Ну открывается не або какая кора, в данном случае моторная. И дальше ищется такое место, где сосудов не так много, чтобы меньше повреждать, когда вживляются электроды. А вторая вот сейчас прямо это происходит. Предварительно её так чуть-чуть прижимают, но не вкалывают. Потому что, если так медленно вкалывать, то портится нервная ткань. Там плотность этих иголочек большая. Вот эти вот иголочки. Вот большая. И поэтому, значит, просто всё там помнётся и всё, ничего не будет. Поэтому вот присоединяется такой, подвигается такой стерженёк. И он в какой-то момент, с очень большим ускорением, надвигается вперёд на полтора миллиметра. Всё. Как певать. И уже это плотно сидит. Если убрать ткань, то там пульсирует, гора и видно, что он не выскакивает. Он схватил и держит там. Вот так вот идут операции вот в этих двух лабораториях. И, конечно, Шварц и Джон Тунухи, они сделали такие вживления для людей после инсульта. У которых не работают руки, ноги. Ничего. Можно секунду? Можно я немножко отниму у вас времени? Я приведу вам пример. Пока я вам запущу. Сейчас вы расскажете, да. Я пока запущу вот этот фильм, где показан такой пациент с этими электродами. Я вам просто хочу опровергнуть все ваши суждения. Ну, отлично. Отлично. Давайте. Вы знаете, меня зовут Анастасия. И я в 2008 году попала в очень сильное автомобильное аварийное. Лоб поврежден с полголовного мозга и лежала в коме. Потом я лежал в парализованной. И профессорами, главврачами института нейрохирургии имени Бурденко Была такая... Они рассматривали возможность жаления в кору головного мозга чипа. С предположением к тому, что он мне поможет. Ну, хотя бы, хотя бы... Не знаю, там, группа до туалета доходила самая. В каком году? В 2009 году. В 2009 году? Да. И в итоге пришли к тому, что... У меня не было уже, блин, чип в голову. Но, как видите, я сижу с вами. Я предполагаю, что я хожу. Все-таки говорю, у меня что-то двигается. Да, да, да. Вот он сидел в том, что у человека, в отличие от компьютера, мы именно в нейронах, именно в нашем головном мозге, мы отличаемся тем, что клетки, которые неактивны в нынешний наш в данный момент, они просто, когда отмирает активные клетки, они учатся изменять их функции. Просто... Совершенно правильно, да. И здесь, вообще-то говоря, труд не столько врачей, сколько ваш личный и ваших родителей, потому что у нас организм переборол это дело. И, действительно, еще некоторое везение, что не очень тяжело легла сама травма. Вот, поэтому, естественно, и более того, таких случаев, ну, не так мало, но и не так много. Не так много. И, конечно, это все без чипов. Не говоря уже о том, что эти чипы вживлены сейчас, ну, примерно, по моим расчетам, 14-ти людям на земле, все в штатах. Поэтому оно в ход не пошло. Но здесь речь идет о другом. Все-таки, видите, здесь работали исследователи, и по жизненным показаниям, когда человек вообще ничего не может, примерно, как вот вы говорите, у вас было, но здесь, правда, длинные сроки. Допустим, человек 12 лет без движения. Вот. И он соглашается, может быть, какое-то будет движение. Вот сейчас, видите, идет фильм, где женщина, вот видите, в каком положении, и она научилась подавать себе, это искусственной рукой, подавать себе напиток. Для человека, который вообще ничего не мог делать. Ей говорить, там, ничего, никакой коммуникации, а теперь он может управлять каким-то предметом. это уже очень много. А у нее, получается, мозг работает, она же подает, ну, через мозг, да, рукой управляет? Нет, мозг работает. Вы же видите, это нормальный человек. Просто моторные зоны повреждены. Повреждены. То есть, ну, фактически, они... Ну, вот схема. А, я вам сейчас покажу эту схему. Мы сейчас разберем, как это делается. Другой эксперимент. Это, по-моему, даже есть какие-то коляски, которые, даже не вживляя, а просто надевая... Ну, сейчас, сейчас, быстренько сейчас поскучим, поскучим, да. Вот Ричард Андерсон, группа, ну, я тут затесался, это в Лос-Ангрессе. Вот. На самом деле это все, значит, Ричард Андерсон. Вот у него другой пациент. И, видите, у него получилось пошустрее. Он вживил как раз два таких, две таких обуймы электродов. Да. И здесь он управляет этой рукой металлической, ну, силой мысли, фактически. Видите, рука управляет мячиком, который ловит квадратики. И очень быстро она работает. И при том, что человек полностью обездвижен. Видите, он себе получил помощника. Каким образом это восказано? Расшифровывается электрическая активность, в которой можно понять, что человек намерен сделать сейчас. Он хочет поднять руку туда. Это расшифровывается. Это коды, да? Что это? Это коды. Ну, не то, что коды. Вот кто-то все делает. Это расшифровывается не коды. Сначала алгоритм учится. То есть, вживляется много электродов. И человеку дается вот такой мячик на экране, который идет влево. Смотрит, как ведут себя нейроны. Подсматривает какой-то паттерн. Все это пространство делит на 8 частей. Какие нейроны работают в этом. Какие нейроны работают в этом направлении. Ищется такой паттерн, соответствующий движению в разных направлениях. А раз такой паттерн у мозга есть, значит, дальше уже можно его автоматизировать, его схватывать. Значит, да, активизировались эти нейроны, наверное, он будет двинуться в эту направлению. Ну и все. Хотя, я говорю, ну и все. Но это непростая такая алгоритмическая задача, математическая. Но это делается. Это простой интеллект, получается, или это все-таки сложный? Нет, в данном случае здесь никакого интеллекта нет. Это просто самое, что тут ключевое в этих нейронах. Это уже нейроинтерфиксы. Ключевое – это распознать паттерн активации, соответствующий данному направлению. Распознавание образа. Ну, это просто алгоритмическая проблема, в которой участвуют более сложные, менее сложные классификаторы распознавалки. В том числе и нейроинтерфиксы. Хорошо, можно вопрос с вами? Посмотрите, вот в основном машинный интеллект учится с помощью, ну, справочников, справочников, как правило. Сейчас тоже получается? Я сначала учился, да, потому что много раз. Получается, создаются уже справочники, и у всех людей одинаково? Нет, нет, нет. Разные, да. Разные, да. У каждого человека заново надо учиться и так далее. Вот. Но это, видите, путь довольно такой кровавый. То есть надо вживлять. Что, если делать, кто-то сказал, просто одевать электроды, как в поликлинике одевают электроды для электроэнцефалографии. И мы получим электрический сигнал с поверхности головы. Конечно, сразу понятно теоретически, особенно нейрофизиологу, что это колоссальная потеря информации. Мы уже регистрировали не отдельные нервные клетки, а какую-то сумму колебаний. Можно ли что-то вытащить из этого? Ну, вот, в частности, в моей лаборатории, здесь просто вот этот хирург, который он здесь показывал, Чарльз Лю, который вживляет эти электроды. Это у меня в Москве, в моей лаборатории, мы договариваемся о полуинвазивном варианте, где электроды не вживлять, а просто накладывать сверху на твердую мозговую оболочку. Это гораздо менее травматично и так далее. И сейчас идет проект, не связанный уже с Чарльзом Лю, проект в высшей школе экономики, где, значит, руководитель Алексей Асачи, и туда входит я, и входит американец-лебедер. Вот, поэтому попытки такие полуинвазивного есть, но мы хотим, в моей лаборатории мы хотим сделать так, чтобы это было классически, так сказать, не повреждая мозг. И человек, чтобы в любой момент, если он не хочет, то он попросит, чтобы у него сняли это все и все. И это называется электронная сфолография, она уже давным-давно существует как метод, и правда это сложные какие-то колебания нерегулярные, там целая история с ними возится, и мы понимаем, что это не отдельные нервные клетки, это сумма всего. И, тем не менее, значит, такой и такой ход есть. Это вот в моей лаборатории, там разные исполнения этих приборов может быть. Вот такие электроды, в которых прямо вделан усилитель, и оттуда идет цифровой сигнал. И вот можно портативные, и такие, и сякие. В общем, технологии, техника сейчас на высоте, все это можно делать. И вот вам говорит, психическое усилие, намерение, видите, вызывает какое-то изменение электрической активности коры. Но надо теперь классифицировать эти изменения, то есть надо последить, разбить это на группы, и посмотреть, какая группа изменений соответствует какому намерению. Сделать такой каталог. Ну а дальше, согласно этому, вот это период обучения, а дальше уже, согласно этому каталогу, уже смотреть, какая сейчас вот паттер возник электрической активности на голове. А, паттер в намерении двинулся в эту сторону, значит дадим там руке или какому-то аппарату, который там работает с этим там дрону или инвалидному креслу в соответствующую траекторию. Поехали. Таких работ довольно много. Сейчас на обезьянах очень многое сделал. Я в университете Дюка просто удивительная обезьяна, которую посадили на такую тележку, вживили электроды и ставили банан в разные углы комнаты. Она быстро на этой тележке подъезжала и охватала этот банан. Управляла этой тележкой, научилась очень быстро, и управляла не руками. Расшифровка. Правда, у обезьяны эти электроды были в живой эпоху. А у человека нет. Значит, ну вот вам просто... Это такая историческая случайно сделанная съемка. Самый первый нейроинтерфейс в России. Можно сказать, российские работы появились на загораничных журналах в 2005 году. Это наша первая статья была. International Journal of Neuroscience. Вот. Ну вот, это 2005 год. Я сам все это тестировал на себе. Ну и реально, значит, движущаяся... Это была игрушечная машинка, которая управлялась джойстиком. Джойстик вымешен. А вся приемная часть, ходовая часть, все, она работала на то, что передается уже от головы. Там награждено, можно сказать, что в 2005 году, но было слишком давно, 12 лет назад. Тогда в мировой публицистике научных статей было ну и два десятка. Сейчас больше двадцати тысяч. Вот такое бурное развитие. Ну, в общем, я не очень удачно управляю этой машинкой. Но, тем не менее, видно, что она дергается по моему желанию. Вот я сейчас там закачу, она стартует. Вот. Но надо немножко задуматься. Все это медленно, конечно. Не так, как вот рукой взял двигатель. Надо вдуматься и поехать. Вот. Ну, вот алгоритм ищет, ищет этот паттерн. Он может мне не появляться в голове из-за того, что обстановка не та. Да. Ну, в общем, много каких сложностей. Машинка на батарее что у них? Долгие. Она с силой мысли движется. Ну, а что в ней есть механизм? Ну, на что, который там... Вот, когда я, если бы я сказал, телепатик, очень нужны батареи. Или, там, телекинез. Это с силой мысли. Ну, я шучу, конечно. Ну, батарейки, это обычная игручная машинка из магазина. Ну, то есть, там не как иначе, но кошки там. Нет. Там антенна. Антенна, командный сигнал, передается от головы. Уже конкретный сигнал. Там поворот налево, поворот направо, вперед, назад. Простые команды. Вот. Ну, вот сделаны, опять же, в моей лаборатории сделаны всякие там... Я привожу в свою лабораторию. На самом деле, в мире сделано гораздо больше. И, в общем, ну, примерно на том же уровне. Мы в 2011 году соревновались в Австрии и были первые ваши. Вот. Поэтому, значит, разные варианты. Ну, просто из первых рук, чтобы, вот как у меня, там, всякие протезы, экзоскелеты, искусственные руки. Вот это все. Но, вот интересно, и такой вырвался вперед в практическом отношении. Я уже заканчиваю все. Извините. Это вопрос коммуникации. Видите? Это известный роман Жан-Домининг Баби «Скафандр и бабочка». Человек, журналист, попал вот в такую коматозную ситуацию, фактически. Ничего не было. Только еле-еле шевелилась века. Больше ничего. Вот эта девушка, которая за ним ухаживала, она придумала... Ну, в общем, это было достаточно известно. Но все-таки она с ним делала так, что она перечисляет буквы, а он должен не гнуть, когда буква та, которая ему нужна. И таким образом, буква за буквой, он написал целую книгу. Это реально написано книга в таком состоянии. И он просто не увидел уже такой тираж. А книга была уже собрана, макет он уже видел, и так далее, и так далее. Поэтому реальный случай. И все дальше шли по пути автоматизации этого процесса. И мы тоже пошли таким же образом. Ну, это варианты всякой автоматизации. Но что мы сделали? И что... Как вот эта технология для того, чтобы понять, какую букву хочет человек? Ну, смотрите. Сама технология. Вот он хочет, допустим, вот эту букву. Он должен внимательно смотреть именно на эту букву. Ни на какие другие. Здесь непрерывно записывается энциклограмма. Ну, и дальше организуется вот такой ход. Видите? Ряды букв, столбики и строки подсвечиваются. Очень быстро. Здесь медленно. А на самом деле быстро. 5-6 раз в минуту. В секунду, что я говорю. В секунду 5-6 раз. И, оказывается, есть такой нейрофизиологический трюк. Видите? Тут нет расшифровки. Мы ничего не можем расшифровать в кодах мозга по разным самым причинам. Но можно провоцировать мозг. Вот мы так подсвечиваем, и если подсветка попадает на нужную букву, реакция в энциклограмме несколько отличается от других реакций, если, значит, эти реакции на буквы, которые ему не нужны. Всё. Если непрерывно следить за этими реакциями, сразу можно поймать, какая буква интересует человека. Ну и сразу её напечатать. На экран. Всё. Значит, одна буква есть. Дальше он смотрит на другую букву. И по этим реакциям выхватывается. Это вот называется интерфейс мозг-компьютер на основе волны P300. Это позитивное отклонение, которое возникает через примерно 300 миллисекунд после подачи вот этой подсветки. Казалось бы, это простая теплая. Но надо её очень-очень аккуратно сделать. И тогда будет аккуратно с такой технологией работать 95%. Это такая для нас легко достижимая вещь, многократно тестирована. Если много букв набираете, вы видите, что человек делает 5%, не больше 5%. Некоторые работают со 100%. Некоторые вообще-то плохо. 70%. Но это путь коммуникации для человека, который полностью обездвижен и лишён речи. И как вот такой человек лежит и смотрит в потолок. Задумка была такая, сделать целый такой терминал для такого человека. Не только буквы, но всякие там. Ведь вместо буквы можно какой-то символ посадить. И он будет обозначать какое-то действие, которое будет сделано во внешней среде. И вот мы сделали такие несколько гиперматриц. Здесь в углу есть такой значок. Если он будет внимательно смотреть на этот значок, то блестнётся и появится новая матрица с другими символами. В результате сделали такую расширенную матрицу 49 символов, включая буквы, там ещё что-то, ещё что-то. И вот это всё должно было работать. И на здоровом человеке это заработало, естественно. Отшлифовали, там всё сделали. И, кстати говоря, в мире вот такого хода сейчас пока нет. Но это будет быстро преодолено. Просто здесь ещё какие-то дополнительные. Нужна была шлифовка. Это же всё-таки труд. В общем, дорогой труд на Западе. И в результате вот вам, пожалуйста, коробочки, которые называются «Неро-чат». Вот они уже презентовались в Нос-Вегасе, в Сингапуре, в Москве. Ну, я не знаю, как вы будете воспринимать, но вот первые посетители выставки в Москве. Значит, вот этот вот, сама гарнитура, на которой там усилитель. И когда вот патриарх отходил, он так тихо спросил «Зрение для этого нужно?» Ответ был «Да, конечно, нужно». Ну, он тогда, значит, Марк, ну и что? Ну, тогда всё ясно. Потому что, понимаете, я понимаю его вопрос. Если зрение не нужно, то есть мы как-то… Он не глядя на экран, ничего не смотрит, никакие буквы, а мы догадываемся, что у него в голове. Тогда бы это его захватило. Это почти что такая телепатия. Но у нас, видите, приземлённое дело. Стимулы есть, реакции есть, оцениваемые. Всё, дальше будем работать. Но мы дошли, всё, последний слайд. Мы дошли до того, что в начале этого, ну, в марте, в начале марта этого года, я договорился с коллегами из Лос-Анджелеса, с теми, с которыми там работают по инвазивному, что мы возьмём в клинике, в их клинике пациентов, посадим за этот терминал, а здесь наши пациенты, в России, посадим здесь за терминал, чтобы они, люди, которые не могут говорить, чтобы они начали немножко так переговариваться между собой. Ну, это, конечно, такое, это же неважно, какое расстояние, понятное дело. Но, тем не менее, такая штука была сделана. И вот наш пациент в центре преодоления, вот этот центр преодоления. И вот, значит, американская пациентка, их было две, вот, когда, значит, вот её удивление, вот, насколько у неё можно было выразить радость. Вот она, значит, была в шоке от того, что из Москвы пришло ей сообщение, и она точно так же набрала сообщение сюда, и этот парень тоже, значит, для него это был шок. Это он написал, Айншин. Значит, ну вот, вы знаете, это грустный фильм, не буду вам показывать, с девочкой, которая была, жила была девочка, а потом началась трагедия. Мы сейчас не приспосабливаем этот, этот, значит, интерфейс. Всё, спасибо большое за внимание. Всё, тут, тут, да. Спасибо, Александр Леонидович. Может быть, будет пара вопросов, у нас не так много времени, что-то такое происходит. Пара вопросов. Про тест Тьюринга. Всё-таки вы сказали, что искусственного интеллекта нет, но если тест Тьюринга уже пройден, чат-боты, то есть люди не могут это отличить, с кем они общаются. Вы понимаете, правда, это не интернет общение. Это 10 минут или 6 минут. За 6 минут, значит, человек рядом сидит, значит, автомат, и зашли мой автомат, и реальный человек. И надо различить, где автомат, где реальный человек. Вот тест Тьюринга. На определённый идти. Вот. И вот 6 минут. Ну и там большие всякие ограничения. Вообще-то говоря, значит, этот тест Тьюринга, ну, практически-то никто и не прошёл. Но просто удивительно, что некоторые люди действительно, ну, не прошёл, потому что 10, допустим, экспертов, из 8 говорят правильно указывать, что это искусственно, а это, ну, два-то ошиблись, это же тоже эксперты. И поэтому для некоторых людей, в общем, обмануть можно. Но это 6 минут общения на определённую тему, где ты родился. Некоторые ответы, если вы посмотрите список этих ответов, они такие обобщённые, видно, что это, так сказать, ни о чём разговоры. Поэтому это совершенно не то. Совершенно. Просто вы читаете, смотрите, в интернете есть много. Это просто не разговор для... Ну, давайте раз. Я хотела бы задать вам, а с помощью ваших технологий можно память наставать? Ну, при помощи вот этих технологий мы нацелены на другое. Нужно сделать, например, коммуникацию. Всё. Память – это совершенно отдельное дело. Ну, и вот здесь вот не было ни одного слова. И вообще-то, ну, есть такие подходы, в том же Лос-Анджелесе, я знаю, там, что-то в лаборатории и так далее, где, в общем-то, память с помощью чипа немножко можно там отремонтировать. Ну, не вообще память, а память на конкретные дипсы. Но это пока в самом начале и, в общем, далеко это не пойдёт. Это конкретный навык. Можно заменить конкретный навык. Крыса, например, выбирает кормушку правильно. Но, значит, иногда у неё, как и у человека, иногда что-то сбилось, она никак не может. Включается этот чип, стимулирует эпоха, и она начинает правильно разбираться. Ну, немножко ремонтируется. Но только на это дело, это надо специально учить и так далее. В общем, перспектив пока я не вижу. Да-да-да. Я, как я говорю, у нас это в рамках в будущем, может ли я хотел, чтобы высказывать, что последующийся пакет информации привёл к холестону достаточно разные термоги. А сейчас, я говорю, что первый раз запретаем технические средства, и получится такая ситуация, в которой вы уже обширены серписы, как раз возьмите спасателю мира из себя, и у вас остановился разум. Ну, верно, да. Вы верно подметили, что одна из причин, я её просто не назвал на недостатках времени, одна из причин прекращения эволюции, потому что человеку не надо было менять тело, он начал менять мир под себя. Холодно, костёр разведели. Ещё, значит, снег пошёл, крыши сделали, ну и так далее, и так далее. И ничего менять тело. Вот. И ваш вопрос, естественно, закономерен, что, поскольку вот тогда прекратилась эволюция, то теперь мы остатки этой эволюции, если такие что-то возможно, точно прекратим, потому что начинаем помогать себе костылями, всякими такими устройствами, и если раньше мы помогали общей физиологии, согревали тело, еду там доставали, и так далее, и так далее, то теперь мы мозгу уже начинаем, по-моему, ставить костыли мозгу, и тогда вообще никакого надежды на то, что человек будет развиваться, а наоборот, может даже ухудшаться дело. Гаджеты, всё это, это не основательно. Ну, хотелось бы вам позвольте. Я сейчас закончу ответ на этот вопрос, и, может быть, не стоит этим заниматься, можно подождать нового скачка эволюции. Вы понимаете, что значит подождать скачка эволюции? Понимаете, эволюционные шаги – это сотни тысяч лет. То есть история человека меньше, чем требуется для эволюционного скачка. Это что значит подождать? Это сотня тысяч лет. Будем ждать? Мы же сейчас живем. Вот это проблема. Ну, хотелось бы позвольте. Во-первых, тысяча тысяч лет – это ничтожно мало для эволюции мозга. Конечно. А с другой стороны, если сравнивать наши собственные, ну, и человеческие реакции, ну, на те же кровавые картины в кинофильмах, то если в 20 веке дети реагировали чуть ли не со слезами, то в 21 веке дети реагируют совершенно иначе. Говорят, о, сколько кетчупа были ли? Ну, на какое-нибудь ватерло там или… Да-да-да. Вот. То есть мозг принципиально иначе начинает реагировать даже в сравнении 20-21 века. На одну и ту же информацию. И что? То есть эволюция есть. Это обучение. Но это не реагирует не потому, что конструкция мозга изменилась. Она стандартная. В Ленинке, когда говорили, 50-х лет назад. Конструкция мозга стандартная. Но содержание мозга меняется. Мы же впитываем, у нас же строится друг новая, настраивается модель мира, которая у нас в голове. Мы же в школе учим же другие предметы и подобные. И поэтому естественно, что дети уже по-другому воспринимаются в действительности. Но это не меняет дело. Это интенсивность потом возросла. Так человек на повышенную интенсивность начинает иначе реагировать. У него эмоциональная реакция все равно остается константной. Просто некоторые картины он перестает воспринимать как... Ну, вы говорите, я согласен. Вы говорите просто об эмоциональной стороне тела. Естественно, есть предупление, эмоциональное предупление, если человеку описывают что-то, во-первых. И тогда он понимает, что чувствует волноваться, если это вообще кино и там... Играющий. Да, и так далее. Но, значит, полно у нас ситуаций, где ему волноваться и эмоции будут перелетствовать совершенно по другим причинам. Вот, потому что есть такие нативные, природные задатки у человека, как агрессивно стимулируются. Значит, эмоциональность в этом отношении будет велика. И когда, если раньше мы смотрели сцену насилия и пени, ну, скажем, там, начали махать руками и кулаками, то люди часто замечают за собой, что у них начинает двигаться тоже тема. Видите, это, сопереживание. И, в принципе, он вовлекается в это дело. И потому что модель достраивается, что такой агрессивный мир, что надо, значит, уметь защищаться, там, по-разному типу объяснять, добывать деньги и так далее, и так далее. Но, конечно, эмоции за жизнью определяются химией вашего организма. Все. Следующий вопрос. Ну, я понимаю, да, что, значит, вы хотите сказать, что есть сохранение эмоций... Да, да, да. Закон сохранения эмоций. Закон сохранения эмоций. Я понимаю, да. Закон сохранения эмоций. Ну, увы, нет, 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 это не так. Значит, во-первых, это вот то, что в человеке есть определенное количество крови, определенное количество медиаторов и так далее. Там вопрос информационный. Миллиграмм, микрограмм медиатора в эту зону и будет взрыв эмоций. В общем, там это как вот нажимать на курорт. Везде все заряжено. Вот. Просто если протекает какая-то информация, буря эмоций. Все. Здесь зависит от того, как построена эта модель, что человек получает, это не так далее. Здесь нет такого закона сохранения эмоций. Это вы предположение сделали, может быть оно верно, но на мой взгляд. У нас супермаленький вопрос. Если ваш вопрос супермаленький... Как вы считаете, через сколько произойдет скачок новых эволюций? Ну, через год, два, три. Вы же как бы плотно... Вы какую эволюцию имеете в виду? Биологическую эволюцию, что мозг немножко конструкции поменяется или что? Нет, я имею в виду, произойдет сближение человека с машинным интеллектом, со всеми вещами. Я думаю, что в течение 5-10 лет мы почувствуем проблему рабочих мест. То есть нас сильно подвешут машины. Ну, не машины, а программы. Программы искусственного интеллекта. Сейчас это в основном программы на основе нейронных сетей, но это не единственные инструменты, которые в будущем есть наметки на более серьезные инструменты, которые сильно-сильно подвели. Но гуглские распознавалки прекрасно распознают собачек, лучше распознают с породы собак, чем профессиональнейшие профессионалы. Почему? Этой нейронной сети скормили 10 миллионов фотографий в разных позициях, вдоха. Сверху, снизу такой красный, снизу зеленый. И ни один человек не имеет такого опыта в своей модели. И поэтому он будет ошибаться. А гуглская программа запрос скажет, что это док, все. И, значит, вы будете смотреть на эту фотографию, как же так, почему это док? Можно доказать. Поэтому они здесь, видите, тут не пересилиться. Это в определенном смысле лом. Вы не сможете. Память и быстродействие, плюс хорошие алгоритмические инструменты, это сильно подвинет человека. Так что это будет 5 действий. Хорошо, а тогда вопрос такой. Вместо человека... Регулируйте вопрос. Вместо человека... Вместо человека... У меня маленький практический вопрос. Да. Ваши разработки применяются в изучении ЦП? Есть ли реабилитационный центр? Смотрите, значит, применяется это громко сказано. Нигде сейчас еще не внедрены так, чтобы соответствующие ведомства приняли это как методику для лечения, восстановления и так далее. Нигде, ни в одной стране. Мы сейчас очень близко подошли. Идут испытания в нескольких клиниках вот этого нейрочата. Идут испытания на владении экзоскелетными руками. В наших клиниках, в нескольких клиниках. В общем, это разрастается процесс. Мы сейчас уже сделаем 500 комплексов. Они бесплатно по медицинскому назначению раздаются. И туда в этот круг входят инсульты, нейротравмы разного происхождения и ДЦП. И даже в каком-то смысле, в каких мы сейчас ведем работу в сообществе. Поэтому мы сейчас прилаживаемся к разным, и не только мы, за рубежом идет это активное. Мы смотрим, где это лучше приспосабывается. Но вот эта вот женщина, которую я вам показывал, у нее была ДЦП. К вам можно попросить? Ну, вы подойдите. Вы должны понимать, что я не доктор. Не-не, я все понимаю. Да, поэтому это все через клинику. Но, естественно, вы подойдите. Я вам дам просто электронный адрес. Итак, я предлагаю поблагодарить Александру Яковлевичу за прекрасную встречу. Хотелось бы дать еще эту встречу и продолжать. Спасибо вам. Спасибо Оксане. Спасибо...